Всем привет, меня зовут Кусраев Сослан, это Магомедов Абакар. Сегодня мы будем рассказывать про работу с артефактами. Абакар подготовил доклад. Мы в Альфа-банке работаем, тимлиды, андроид-разработки. На протяжении всего доклада вы можете задавать вопросы. В чате мы в конце доклада постараемся ответить на самые важные, на остальные в дискуссионной зоне. Абакар, можешь рассказать про свой доклад, почему ты считаешь эту тему такой важной? Да, конечно. На самом деле доклад связан с, мы их называем артефактами, их по-разному могут называть, с какими-то переиспользуемыми решениями, которыми пользуются между несколькими проектами в одной компании. Например, почему это может быть важно? Сейчас все больше набирает популярность так называемые экосистемы. Когда у вас есть несколько приложений, хочется их развивать, добавлять новые фичи, делать это желательно быстро. И как раз переиспользование кода довольно важная штука, когда мы хотим такого добиться. И это сегодня как раз об этом. Но никакие бенефиты, они просто так не приходят. С ними приходят и какие-то проблемы, сложности, которые надо решать. И это может полезно быть тем, кто только начинает что-то переиспользовать, пытаться выносить общие части кода и так далее, чтобы они посмотрели, с какими проблемами они в целом могут столкнуться в подходе, который мы использовали, например. И какие варианты есть их решения. Думаю, это будет довольно полезно. Даже не только большим компаниям, у которых экосистема есть, я вполне себе представляю, что переиспользовать код хотят и маленькие компании, где не так уж много проектов. Это довольно полезно, мне кажется, всем. Да, все так и было. Я когда работал в стартапе, у нас было два андроидера, два йосера. Мы тогда не особо разбирались в этой теме. И просто по интуиции я выбрал решение с единым репозиторием, а йос-команда выбрала решение с отдельными репозиториями и артефактами. И вот мы два года вместе соревновались. Кто быстрее, то радовалась одна команда, то другая. Поэтому интересно будет все-таки именно систематизировать, какие проблемы, как они решаются по пути с артефактами. Да, да. Ну, на самом деле, довольно интересный опыт был, кстати говоря. Особенно, когда соревнование такое некое есть. Выбирать один подход, другая команда другой. Это позволяет более четче видеть плюсы и минусы каждого подхода, как мне кажется. Да, понятно, что минусы и плюсы по-разному раскрываются в маленьком и большом проекте. Но вот у нас с Абакаром есть именно опыт использования артефактов в большом проекте. Сколько модулей у нас было в Альфа-Мобайне? Слушай, ну, я после 600 уже даже не смотрел. Точно больше 600 должно быть. Больше 600 модулей над артефактом дизайн-системы, ну, вообще над работой с дизайн-системой участвовало больше 100 разработчиков из трех проектов Альфа-Банка. Да, довольно немаленько. Да, и все они контрибьютили. Да, да, этот вопрос тоже я как раз подсвечу в ходе доклада, к чему может приводить, когда у вас довольно большое количество людей могут в какой-либо из артефактов контрибьютили. Хорошо, хорошо. Абакар, тогда предоставляем тебе слово. Да, да. Ну, тогда поехали. Собственно, мы уже как раз с Асланом обсудили, о чем сегодня будет разговор. Но сейчас минутка числа, если ее так можно назвать. В целом, меня Аслан уже представил. Могу только сказать, что я стараюсь по возможности статьи какие-то писать, переводы на хаббер. Плюс, возможно, вы видели меня в одном из прошлых сезонов. Android-подлодка Crew. Я, кстати, в той же самой кепке был, что и сейчас. Вот, можно назвать это моим атрибудом. Но в целом, хватит обо мне. Давайте к докладу пойдем. Какой я для себя вижу roadmap, план этого доклада? Мы обсудим. Мы уже чуть-чуть обсудили, конечно, проблемы, которые мы хотели решить на проекте. Причем выноса каких-то артефактов. Снова посмотрим, с какими проблемами можно столкнуться. Как обычно, сделаем выводы. Выводы довольно полезно делать, чтобы не натыкаться на те же грабли снова. Так вот, с чего начинается история. Собственно, у нас есть какой-то проект абстрактный. У него есть фичи, что-то выпускается и так далее. И у нас, кроме этого проекта, могут быть еще проекты. Project B, Project C, неважно, как они называются. И нам бы очень хотелось в них использовать дизайн-компоненты, дизайн-систему, которая есть у проекта А. Она такая прикольная. Разработчики, когда видят дизайн и фигми, они смотрят, вот такой компонент. Я просто возьму из дизайна системы и заиспользую его. В идеальном мире, конечно, в реальном мире иногда немного по-другому бывает, но в целом оно выглядит так. Плюс, возможно, у нас есть сущности какие-то для отрисовки UI-сервера. Ну, условно, сериалайзеры, мапперы, которые просто модельки наших компонентов собирают. Их бы тоже хотели использовать. Ну, почему бы не заиспользовать решения, готовые на других проектах, если им это нужно. Плюс, может быть, и такая ситуация, что придет проект B условный, скажет, а мы хотим вот это фичевое флоу, какую-то фичу у себя видеть. Она может пользу принести. Можно ли нам у вас ее позаимствовать, чтобы не писать просто самим один точек о два раза. Ну, и в целом, возможно, вы хотите строить свои проекты по какому-то одному архитектурному подходу и какие-то переиспользуемые компоненты тоже шарить на три проекта. Причем я тут перечислил четыре артефакта, так скажем. Ну, их может быть еще больше, зависит от того, что вы хотите переиспользовать, как это логически разделять можно и так далее. Ну, вот, собственно, я как раз сказал про Project P, Project C. И представим, что мы в итоге решили вынести все эти дизайн-компоненты, сервер-дривен UI по разным артефактам, чтобы их можно было подключать в каждый из проектов. Project P захотел все дизайн-компоненты, он их подключил. Project C захотелся сервер-дривен UI нарисовать, он подключил все артефакты. Вот, но можете подумать, если вы уже делали такое, или в целом даже если не делали, какие проблемы могут быть в таком подходе. Для кого-то это, на самом деле, может быть и не спойлер, но проблемы есть. И они как раз появляются, я бы не сказал, что из-за выноса. Проблемы появляются из-за того, что вы хотите общую кодовую базу шарить на несколько проектов. На самом деле, не такая тривиальная задача, какой она может показаться. Вот, и давайте запомним одну штуку, которая у нас была, например. Мы-то артефакты наши вынесли, и каждый проект из них может к себе их подключать. Да, но у нас также один артефакт может подключать в себя другой артефакт. Кажется, на первый взгляд, ну, возможно, кому-то покажется, что это даже довольно удобно, но нужно мне в одном из артефактов функциональность другого. Я его подключил, все-таки композиция получается. Но это может привести к проблемам. Мы сейчас как раз посмотрим, каким. Кому-то они могут сейчас показаться очевидными, кому-то менее очевидными. Собственно, то, что я уже сказал, у нас такой важный момент из прошлого слайда. Запомнить, что один артефакт может в себя другой подключать. Они не только в проекты подключаются, но и каждый может в себя подключать другие артефакты. Еще один такой bullet point, который стоит запомнить. В каждом артефакте они, как это сказать, не заморожены. В них что-то новое добавляется, что-то старое может меняться. И да, могут происходить ломающие бинарные совместимости изменения. Если говорить о бинарной совместимости, что это такое? В этом в целом ничего сложного. У вас есть какой-то публичный метод, который торчит наружу, какая-то публичная модель. Что-то такое из вашей библиотеки туда, кто ее подключает. Он может ее использовать. И когда контракт этого вашего публичного API меняется, это означает, что бинарная совместимость нарушена. Вот с этим, я думаю, тоже многие уже сталкивались до этого. Совсем небольшой пример с датаклассом. У вас есть два поля. Вы захотели добавить поле между ними, новое, какое-нибудь nullable. Причем вы можете завязать jvm overloads, вы можете там либо свой конструктор описать, чтобы сохранить обратную совместимость. Но на самом деле она не сохранится, потому что в датаклассе генерятся еще методы копий, компонент N и так далее. И с ними могут происходить проблемы. Это такой тоже самый банальный пример, наверное. Очень много кейсов, может быть, где вы сломаете бинарную совместимость, но при этом даже не подумаете о том, что вы сломали что-то. Кому интересно, на самом деле довольно крутая статья от популярного андроидера. Он там описывает, почему использовать датаклассы или силт-классы плохо в вашем публичном API, каким проблемам это может привести. Очень крутая статья, кому интересно, потому что к этому мы еще тоже вернемся в будущем. Если использовать в публичном API вашего артефакта датакласс, это приведет к тому, что вы какие-то проблемы не сможете решать так, как захотите. Но это пока случится суперабстрактно, но дальше по слайдам посмотрим, о чем это я все рассказываю. Но пока мы прошлись по верхам, какие-то bullet points для себя запомнили. Что может пойти не так? Давайте просто посмотрим, как эти артефакты выносились. Краткое overview, чтобы дальше уже было понятнее, о чем я говорю. Собственно, рецепт, как говорится, прост. Мы создаем новый репозиторий. Вроде звучит несложно. Дальше мы выносим туда код. Праздник логики продолжается, так скажем. Мы выносим туда код, который хотим пошарить между проектами. И настраиваем паблишинг, чтобы наш шаренный код мог к себе кто-то подключать. Мы будем паблишить арники. Звучит как план, на самом деле. Но нельзя просто так взять и вынести какой-то переиспользуемый код. Тоже могут возникнуть проблемы на этом шаге уже. Тут кусочек кода. На него на самом деле пока что можно не обращать внимания. Просто чтобы был какой-то фон, пока я рассказываю. Вот вы выносите переиспользуемую часть кода. Давайте представим, мы хотим вынести наш сервер-дривен UI, который рисуется с нашего бэкэнда. Но дело вот в чем. Сервер-дривен UI для себя еще данные может подгружать из источника какого-либо. Неважно, из какого источника он может подгрузить данные. И вот мы хотим именно создание этого компонента, его логику какую-то с ней связанную переиспользовать между двумя проектами. А источник данных может быть разный. В проекте A это, например, REST, просто запрос. В проекте B данные могут из нативной либо вообще грузиться и так далее. И вот тут встает вопрос, что делать в таком кейсе. Ну, ответ на самом деле тоже довольно очевидный. Вы просто из вашей библиотеки выдаете наружу интерфейс из вашего артефакта, который каждый проект должен заимплементить. Вот проект A имплементирует его так, что источник данных – это поход в сеть. Проект B – то, что нативная либо. Вот. И вот тут как раз вернемся к коду. Тут представлен интерфейс. Давайте представим, что это интерфейс нашего артефакта. с провизжен методами какими-то. Мы говорим, что нам нужно, чтобы это могло работать. И проект, который подключает к себе артефакт, должен удовлетворить этот контракт и дать имплементацию вот этих сущностей. В чем минус такого подхода? Ну, то, что каждому проекту придется писать код для адаптации этого артефакта. В чем плюс? Ну, вы то, что можете переиспользовать – переиспользуйте. И, соответственно, разные имплементации уже у каждого проекта свои. И как это выглядит в самом артефакте? У нас, например, даггер используется для этого. И мы просто у нашего компонента главного в нашем артефакте описываем, что у него через компонент dependency должен провайдер какой-то прийти, в котором описаны эти провизжен методы. Я его еще раз покажу. И все, что нам дает этот провайдер, можем инжектить уже внутри нашего артефакта, в классы какие-то и так далее. Вот. Причем мы-то наружу просто интерфейс дали. Тот, кто проект, который нас подключает, у него может быть даггер, он с помощью даггеровского компонента это сделает. У него может не быть даггера, например, он и без этого просто имплементацию какую-то напишет. То есть в этом мы не связываем руки проекта, который нас подключает. Как достается этот провайдер? Мы пришли к тому, что application-класс проекта, который подключает артефакт, должен имплементить определенный интерфейс, провайдер-холдер, у которого будет единственный метод, который нам вернет наш провайдер, и мы его уже передадим компонентам. Вот. Как бы это выглядело в приложении, которое подключает? У нас просто, мы имплементим интерфейс, мы там, например, мы используем даггер второй, мы инициализируем компонент и возвращаем его просто. Вот. И как у нас этот компонент выглядит в самом приложении, которое артефакт подключает, в целом ничего сложного, просто даггеровские компоненты. В модулях мы уже описываем там провайды, либо бинды, неважно, мы описываем провайды того, что нам должны вернуть, что мы хотим, точнее, отдать в артефакт. Вот. В целом схема примерно такая, но, опять же, не обязательно даггер использовать на стороне консюмер-приложения. Ну, консюмер-приложение — это то приложение, которое подключает в себя артефакт. Вот. И с помощью такого решения мы смогли обойти проблему того, что очень много того, что мы хотим переиспользовать, но какие-то части, они все-таки отличаться могут от проекта к проекту. Вот. Ну, и мы говорим, что наш компонент имплементит в себе widgets-провайдер. Вот. История разозависимостей. Вот у нас третий пункт был с паблишингом арников. Кажется, тоже ничего сложного. Подключи... Мы паблишим через MyVent-плагин. MyVent-плагин, да. Подключили, запаблишили арник, и все здорово. Но мы обнаружили, что в помник, в пом-файл, не кладется информация о зависимостях этого артефакта. Этот артефакт может там... Вот как я показывал на схеме, у нас сервер-дривен артефакт зависит от дизайна артефакта. В пом-файле этого не было. Вот. Это, опять же, для кого-то сейчас может показаться очевидным. На тот момент это был такой интересный момент. Но с этим в целом тоже можно справиться. Мы справились на тот момент. Мы просто информацию о зависимостях докидывали в помник наш. И все в целом. Ну, как это выглядит? Тут кажется, что rocket science нету никого. Вот как выглядит метод, который добавляет информацию. Группа, ID, артефакт, ID и version. Вот. Этим самым мы решили проблему с тем, что в пом-файле не были описаны зависимости, которые подключаются в наш проект. Ну, это, опять же, да. Это проблемы выноса были. Но вот мы все вынесли, у нас все работает. Мы радуемся жизнью с тем, что и там код переиспользуется. И в этот проект мы затащили дизайн-систему, и в тот затащили, и сюда мы затащили наш сервер-дривен UI. И вроде все прикольно. Но помните, я вам говорил, запомните один важный поинт с тем, что в артефактах могут происходить бинарно несовместимые изменения. И кажется очевидным, что будут ошибки компиляции. Я внес что-то, контракт поменял, подключаю его в проект, ошибка компиляции, я ее поправил, и все норм. Но могут происходить и краши в рантайме. Исходя из этого может возникнуть вопрос. Почему краши в рантайме? У меня есть библиотека, я вношу изменения в публичный API какой-то, подключаю в свой проект. Естественно, публичный API изменился, у меня компиляция не проходит. Надо править сразу. Как же может возникнуть ситуация, что компиляция прошла, у меня краш в рантайме? На самом деле, я сейчас как раз это объясню буквально в следующих слайдах. Ну и еще некорректная работа функциональности. Но это просто, чтобы тут был третий пункт. Потому что второй и первый, точнее второй даже, это уже некорректная работа функциональности. Сейчас поговорим, почему в рантайме краши могут быть. А теперь давайте посмотрим тоже на будущее, запомним все, как выглядит релизный цикл. Возможно, у многих, кто сейчас смотрит, он примерно такой же. Но в целом, для тех, кто не знает, расскажу. У вас есть девелоп-ветка. Как может выглядеть один из вариантов релизного цикла? Вот, даже так скажу. У вас есть дев-ветка, в которой ведется разработка. Разработчики туда пушат код. Вот, потом наступает день среза релиз-кандидат-ветки. От дева она отрезается. На релиз-кандидат-ветки происходят тесты. Ну, регресс проходит. Фиксятся баги какие-то. Когда вот весь этот цикл завершен, она улетает в мастер и там в стора идет. И потом эту регрессную ветку надо в дев замерзить, потому что, соответственно, в ней баг-фиксы есть, которые в деве не были. И параллельно при этом разработка в деве идет следующих фич. Ну, в целом, это так выглядит. А теперь давайте представим. У нас идет регресс. У нас происходит краш фичи, которые используют сервер-дривен артефакт наш. И мы бежим смотреть, что же не так. Какой он плохой человек поднял версию этого артефакта и не протестил, не проверил и так далее. Но мы обнаруживаем, что версия этого артефакта с последнего регресса не поднималась. А в логах тоже, ну, краш, да. Что-то там непонятное написано. То есть, no such method или еще какие-то ошибки. Мы просто не понимаем, откуда у нас это компилится все. Почему он метод найти не может? Все же в порядке. Ну, и как бы, да, там начинается суета, если ее так можно назвать, по коням и так далее. Ну, и в чем же может быть дело? Небольшой, так, мгновенный соцопрос. Сломана сама фичи. Вот, сегодня довольно логичные вещи высказываю. Либо на прошлом регрессе упустили баг в сервер-дривен UI. Пункция мы не будем рассматривать. И ни один из перечисленных ответов. На самом деле, если так взглянуть на эту проблему, кажется, что... Ну, упустили просто на прошлом регрессе этот баг и все. Ну, на самом деле, верный ответ в том, что не один из перечисленных вариантов. И давайте разберемся, почему. Но перед этим еще минутка информации. Давайте условимся. Вот у нас есть три цифры. Каждый наш артефакт версионируется. Вот, у нас есть три цифры. Последняя цифра, когда меняется, мы делаем не ломающую обратную совместимость изменения. Вторая цифра, когда ломающая обратную совместимость изменения. Ну, и третью мы сегодня, на самом деле, даже рассматривать не будем. Плюс у нас могут быть хотфиксы. И хотфиксы идут четвертой цифрой. Давайте условимся, что вот такое версионирование идет. Так вот, к чему я все это подводил. У нас в проект подключена библиотека дизайн компонентов версии 1.99.1. А в компонент сервер-дривен UI подключена дизайн библиотечка версии 1.1.1. Версии отличаются, причем отличаются, как вы заметили, вторая цифра, значит, они бинарно несовместимы. Ну, как мы уславливались до этого, по нашему договору, вторая цифра, значит, что-то поменялось в публичном контракте. Вот. И у нас проект подключает к себе артефакт сервер-дривен UI. И теперь вопрос. У нас же вместе, у нас есть там POM-файл, который зависимости каждого нашего артефакта описывает. У нас вместе с сервер-дривен библиотекой подтянулись еще дизайн компоненты. Вот. А в проекте уже они подключены. И что будет в таком кейсе происходить? Ну, может быть и обратная ситуация. У нас в проекте более меньшая версия, а в сервер-дривен компоненте более старшая версия. Что может происходить в такой ситуации? В чем может быть проблема? Давайте сначала посмотрим на такую небольшую схемку на самом деле. Вот у меня есть приложение. Есть библиотека A. И она все подключает к библиотеку B и к библиотеку C. И какие-то сущности из библиотеки B она выдает наружу. Может, метод библиотеки A возвращает модель, которая есть в библиотеке B. И вот. В Gradle у нас артефакты лежат в конфигурации. А когда мы подключаем их, ссылку на этот артефакт в конфигурации даем. Вот когда Gradle генерит класс пассы на основе этой конфигурации, он делает компайл класс пасс и рантайм класс пасс. И в компайл класс пасс в данном кейсе он положит библиотеку A и библиотеку B. А библиотеку C, которая наружу не торчит из нашей библиотеки A. А библиотеку C он положит в рантайм класс пасс. То есть у нас в компайл класс пассе, в Gradle есть команда, которая выводит, какие зависимости в компайл, какие зависимости в рантайм. И вот в библиотеке C в компайл класс пассе не будет у нас. Потому что она в библиотеке A наружу никуда не торчит, в библиотеку A она через имплементейшн подключается. И никакие модели никуда наружу не торчат. Вот. И я к чему подвожу. Может быть такой кейс, что какие-то библиотеки есть в компайл тайме, а в рантайме потом еще что-то долететь может. И вот, возвращаясь к предыдущему слайду, о том, какие проблемы могут быть, когда у нас в наш проект подключена версия 1.99, а в сервер-дривинг компоненты подключена версия 1.1 условно. Gradle видит, что зависимости конфликтуют. Причем зависимость из сервер-дривинг компонентов, она не в компайл тайме резолвится будет, если она не торчит из них, а в рантайме. Ну, то есть в рантайме класс пасс. И, соответственно, наверное, уже многие догадываются, каким проблемам это может привести. Но сначала разберемся фазы резолвозависимости. Мы сюда долго не рассказывать, мы добавляем зависимость. Gradle решает, если есть конфликты, конфликты, какую зависимость ей добавить. И потом ее зависимости достает и все тоже самоиспользует, опять же, если абстрактно рассказывает. И есть два вида конфликтов. Мы сегодня первый будем рассматривать. Это конфликт версий, когда, собственно, то, что я на слайдах показывал, требуются две разные или три разные версии. И конфликт имплементации, мы сегодня его подробно затрагивать не будем. У нас были проблемы как раз с первым видом конфликтов. Вот. Теперь, после того, что мы прошли, после того, что мы узнали, мы понимаем, что у нас есть проект А. У него версия дизайна компонентов 1.1.1. Есть сервер-дривен компонент. У него 1.99.1. И у нас, получается, есть конфликт версий. Так, какую же даггер я уже... Какую грядл выберет в итоге? Что делать-то будем? Например, Maven юзает стратегию nearest first. То есть, в проект напрямую подключена библиотека, он эту версию возьмет, которая... Ну, nearest first, да, собственно. Название стратегии само за себя говорит. Этот подход может приводить к проблемам. Потому что если у вас есть зависимость, в этой зависимости поменялись как-то версии других зависимостей, пути поменялись, и у вас вдруг неожиданно вместо того, что вы ожидаете, подключается другая версия. Грядл возьмет самую высокую версию. Но, опять же, это можно настраивать тоже. Резолюшн стратегии ставить, чтобы он в каком-то промежутке версии брал, чтобы он не больше какой-то версии брал. Но даже настраиваете резолюшн стратегии, вы от проблемы не избавитесь. Ваша зависимость транзитивно требует себе одну версию библиотеки, она с этой версией работать умеет, а ваш проект умеет работать с другой. Так сказать, кто-то все равно пострадает в итоге. И Грядл возьмет просто самую высокую версию. Так вот, Грядл возьмет самую высокую версию. Если это самая высокая версия, нам прилетает транзитивно, да еще из то, что она прилетает нам транзитивно, да еще ее классы никак наружу из библиотеки, из которой она транзитивно прилетает, не торчат, у нас версия это в рантайм класс пассе будет. И у нас все скомпилируется нормально. А когда мы попытаемся открыть экран, который использует там, ну, сервер-дривен-вис, как я описывал, у нас произойдет краш. И причем, хорошо, если этот краш найдете, либо вы, либо в регрессе найдут этот краш. Хуже всего, если он в проду едет. Потому что на регрессе смотрятся основные моменты, наиболее критичные фичи, плюс то, что новое добавилось. Если у вас экран, его, возможно, не откроют, точнее так. Возможно, этот экран даже на тесте никто не откроет, потому что там ничего не менялось. Ну, казалось бы, все должно быть норм. Вот. А он будет крашиться как раз из-за такой штуки. Опять же, она может показаться очевидной. Но когда подключаешь, там, можно упустить этот момент или не до конца до куда читать и так далее. Когда он вылезает, я тут привел на диаграммки, к чему это может привести. Вот вы библиотеку дизайн-компонентов, версию подняли в сервер-дривен компонентах. Ну, там что-то новое вам там нужно, моделька новая, что-то еще не важно. И вы неявно этим затронете и проект, и другие артефакты, которые тоже библиотеку дизайн-системы используют. И такой своего рода комбинаторный взрыв получается. Тут я привел простой пример, когда у нас три артефакта есть. Если добавится еще несколько артефактов, между ними связи еще появятся, это может приводить к проблемам. Вот. И по-хорошему, по-хорошему, нам нужен процесс какой-то внедрения ломающих изменений. Как бы он мог выглядеть, да? Мы пришли к тому, что у нас есть такая проблема. Какой бы процесс мы могли настроить? Вот. Спойлеры желательно все это автоматизировать. Но давайте представим, мы хотим что-то с этим сделать, нам не нравится. А что мы с этим сделаем? Разработчик вносит изменения, хочет подключить. Он должен подключать везде, куда подключается дизайн-артефакт. И в том, и в этом. И потом в проекте это все еще добавить. То есть он должен подходить там pull-request сделал, там pull-request сделал, потом в проекте pull-request сделал с поднятием версии. Вот. И в таком кейсе мы избежим этой проблемы. Но на самом деле, если делать слишком много дел, такая операционная нагрузка на самом деле, просто должны вот эти шаги проделать, чтобы оно дальше продолжало нормально работать. И опять же, вот как раз мы вначале самообсуждали. Могут вносить изменения разработчики с нескольких проектов, как ломающие, так не ломающие. Когда это не ломающие, это вообще сказка, потому что ничего этого делать не надо. Когда ломающие, соответственно, появляется набор действий, которые нужно сделать. И в целом от них никуда не уйти, на самом деле. Если ты ломаешь бинарную совместимость, и от одной штуки зависят несколько других, причем потом это все резолвится в рантайме, выбирается одна версия, тебе все равно надо пойти и поддержку этого всего сделать. И какие у нас выходы тут есть? Чтобы обозначу проблему еще раз. Кто-то поднял версию, краш, его не нашли в регрессе, все, он улетел в проду вообще. Какие выходы есть, чтобы у нас такого не происходило? Ну, не хочется нам. Мы получаем, конечно, переиспользуемость, но платить тем, что пользователи крашатся в приложении, вообще не хочется. Это слишком дорогая цена. Так вот, какие у нас есть решения в этом вопросе? По покерному скажем, аураутс. Первое, что может прийти в голову, запретить. В целом артефакт, там, зависеть друг от друга. Это позволит нам избавиться от этой проблемы, но это довольно сложно сделать. Так, если сейчас пораскинуть мозгами, переиспользуем мы фичевый флоу. Они используют какие-то экраны, прям экраны, фича какая-то. Она использует компоненты, дизайн-системы, там, вьюшки, модели к ним и так далее. Вот как ей запретить зависеть от дизайна артефакта? Просто самим вьюшки клепать, скопировать эти вьюхи. Ну вот как. Причем, если мы просто скопипастим вьюхи, когда там что-то меняется, нам тут надо менять одновременно. Сложный момент. На самом деле есть тулза. Я в рамках моего доклада не буду о ней рассказывать. Называется copybar. Я насколько смотрел, она позволяет просто изменения в каком-то одном месте переносить в другое. Но не могу сказать, насколько это хорошо работает. Но такое есть. Если все-таки идти таким путем. Но мы таким путем не пошли. Какие у нас еще есть варианты? Деприкейтед. Хороший вариант. Я не хочу ломать обратную совместимость. Я помечаю то, что сейчас есть деприкейтед. Создаю новое. И, соответственно, в деприкейтед аннотации migration guide описываю. Создаю новое. У нас заводится техническая таска, в которой эти технические таски распределяются по разработчикам в их техническое время. И они потом деприкейтед удаляют, вносят изменения, правят и все заливают. Какие плюсы? В том, что вот сейчас, конкретно сейчас, что-то нужно для фичи. Ты добавил изменения, никому ничего не сломал и свою функциональность получил. В этом есть плюс. Избавляет от операционной работы. Но минус. Вначале, помните, я вам говорил, запомните. Data-классы, когда наружу из вашего API торчат. С датаклассами, силд-классами сложно идти путем деприкейтед. Они вставляют определенные палки в колеса. Но всегда, когда это можно сделать, лучше пойти таким путем. Потому что появляется новая функциональность. Старую не ломайте и так далее. Но опять же, может возникнуть вопрос, что в таком случае у вас все просто порастет этим деприкейтед. Технического долга станет много. Ну, это что называется трейд-офф. Мы выбираем либо в пользу того, что ускоряется скорость добавления новой функциональности становится выше, технического долга больше. Технического долга меньше, скорость добавления функциональности тоже меньше, потому что его сразу проявить надо. Ну и, соответственно, последний момент. то, о чем я говорил. Мы же как-то следить должны, что разработчик, ломающий изменения, хочет запаблишить, чтобы он во всех зависимых артефактах подготавливал изменения. Это желательно автоматизировать, потому что людям свойственно ошибаться, машины просто делают то, что им говорят. Поэтому желательно такой момент автоматизировать. и что же в этом кейсе помогло? Помог. Мы сделали Gradle плагин, который на Си прогонялся. И в целом он использует у себя под капотом плагин на JetBrains, который просто может проверять компатибилити. вот как раз сохранена, бинарная совместимость не сохранена. Вот. И этот плагин гоняется на Си. Вот. Он просто, условно, как в общих чертах его работа. Мы подключаем в наш проект артефакты. Эти артефакты за собой еще тянут там артефакты, от которых они зависят транзитивно, в разные версии причем. Этот плагин пробегается по каждой из версий, самую высокую берет и сравнивает ее со всеми предыдущими. Если у самой высокой с какой-то из предыдущих версий бинарная совместимость отсутствует, ее нет, у нас фейлится сборка. У нас это, например, на MergevDev гоняется. Чем же это помогает? С одной стороны, наверное, злит разрабов, потому что вот уже желанный момент я хочу замерзить свою фичу в dev, но это спасает вот этих проблем с крышами в рантайме, потому что у нас есть какая-то автоматизированная проверка, нас смотрят, что-то не так, фейлит сборку, и причем там довольно подробный лог, где какая версия подключается и какая с какой версией не имеет обратной совместимости. Что довольно прикольно, мы смогли автоматизировать это дело, и кейсов, ну я на самом деле уже не помню, с момента, как этот плагин работает, кейсы, когда происходят такие непонятные краши в рантайме, они просто сошли на нет благодаря автоматизации. Вот, плюс есть еще план тоже написать похожий плагин, который проверяет, что разраб верную цифру повышает. То есть, если он вторую цифру повышает, ему надо подготовить все изменения, если он третью цифру повышает, у него не ломающие, но он может ломающие изменения протащить по третьей цифре, там, ревьюверы не заметили, не увидели, может даже не знали, что это обратная совместимость ломает, а оно ломает на самом деле. Вот просто тоже завязать такой плагин, который будет проверять, там, есть обратная совместимость, нет, потом смотреть, а какая цифра повысилась, если не та, то тоже фейлить сборку и писать, что дружище поднимает другую версию. Вот. То, что касается автоматизации, довольно круто, там, разработка из платформенной команды написала, в общем, очень прикольное решение получилось. Вот. Ну, и, собственно, да, это проверка встроенная в pipeline.si и прогоняется, когда открывается PRFDF у нас. Чуть-чуть время скриншотов. Вот. Это просто описание того, что умеет плагин, который используется внутри нашего плагина, который мы там для себя написали. Вот, в целом, на это просто для затравочки на это можно не смотреть, просто по ссылке пройти, если интересно, и посмотреть, что он умеет. Так вот, с одним пунктом мы разобрались, и у нас уже автоматизирован хотя бы этот момент, у нас не будет крышей в рантайме, что довольно круто. И при этом, при этом, крышей в рантайме не будет, мы сохранили гибкость в том, что каждая библиотека, может, независимо, какие-то обновления в ней происходят, и так далее, добавление функциональности. Вот. Что касается деприкейтед, деприкейтед аннотации нашей любимой, к чему мы в итоге пришли, когда, возможно, вместо ломающих изменений пометить функциональность как деприкейтед, стоит это использовать. Опять же, все плюсы такого подхода я уже описал, и в аннотации описываем гайд, звучит неплохо. И через определенные промежутки времени просто удаляем деприкейтед. Он на самом деле красным помещен, но такой соу-соу подход на самом деле. Когда-то можно сделать деприкейтед, на самом деле деприкейтед, кажется, можно делать всегда, просто вот в примере с теми же датаклассами это проблематично. И надо что-то сверху огородить, чтобы сохранить обратную совместимость в каких-то кейсах, потому что, ну, опять же, я об этом говорил, там в статье подробнее описано, там и destruction declarations могут использоваться, и копия методов с разным набором параметров и так далее. Вот с первым пунктом на самом деле есть проблема, которую я тоже уже описал. У нас есть фичевый артефакт, но ему нужны UI-компаненты, как обойтись без них. Вот, плюс этот момент, ну, на самом деле и да, и нет, надо продумывать в самом начале, ну, продумали мы, будет у нас такая проблема. Этот вариант, он несет, кажется, больше минусов в том, что мы отвязываем их друг от друга и как-то что-то придумаем, дублируем функциональность и так далее. Выглядит так, что проблем он приносит больше. То есть в нашем кейсе мы там все плюсы-минусы в итоге просмотрели и пришли к тому, что круто, да, но проблем приносит больше. Есть еще один подход, когда у вас в каждом артефакте есть какие-то релизные циклы, ну, типа какого-то приложения, например, просто все что-то пишут, что-то добавляют, потом релиз и новая версия. Ну, с этим тоже есть несколько проблем. Шесть человек добавили изменения, у пятерых это не ломающая бинарная совместимость, у одного ломающая, вот пяти фичам условно надо ждать одну, которая там доработки должна сделать, чтобы избавиться от этих, ну, поддержать, точнее, эти ломающие изменения. Ну, и, собственно, да, на самом деле вот этот релизный цикл, из него выходит следующий пункт, то, что если там есть релизный цикл, мы там, конечно, можем автоматизировать, но все равно какую-то там работу по поддержке надо делать. И, на самом деле, это может иметь право на жизнь, но пока в рамках нашего проекта эти выходы, мы их обсудили, посмотрели, пока они кажутся нам не совсем подходящими. Вот. И к еще одному интересному моменту, загадка Джека Фриско, у нас до этого был, так сказать, пример, и сейчас еще один пример, как раз поинт, что там нужно автоматизировать, чтобы стало удобнее жить. У нас отошла ветка с релиз-кандидатом в среду, там версия сервер-дри на артефакт 1.27.1, там, соответственно, нашли какие-то баги, в нем мы его поправили, добавили в конце сначала единичку, потом второй баг поправили, добавили двоечку, и при этом у нас идет регресс, но параллельно с регрессом артефакт тоже может дорабатываться, то есть в нем тоже могут добавляться фичи, он же не будет ждать, пока регресс закончится. В нем появились версии 1.28, 1.29, 1.30, а в дэве в нашем проекте сейчас 1.28 версия. Вот у нас регресс заканчивается, наш регресс компетент садится, ему надо лить релизную ветку в дэв, и он видит такую картину, я сейчас раскрашу все, у нас в дэве 1.28, багфиксы находятся в версии 1.27.1.2, а в артефакте сейчас вообще версия 1.30. Что ему делать при резолвии конфликтов? Если он выберет версию 1.28, у него не будет багфиксов в дэве, соответственно, логично, и в следующем регрессе он его отрезать будет после того, как ветка залилась, а если он выберет версию с багфиксами, у него соответственно функциональности не будет в версиях выше, и что ему в таком кейсе делать? Багфиксы в каждой версии выше доливать, добавлять еще одну цифру или в самую верхнюю версию доливать, но самая верхняя версия еще не адаптирована для нашего проекта. То есть такой фронт довольно неслабый для того, что нужно сделать. И как раз эта проблема тоже решается автоматической проверкой. Кто-то добавляет бинар несовместимые изменения, он должен все подготовить, мержить, его CI не пустит, пока он все это не сделает. регресс на капитана просто, когда придет в такую ситуацию, ему надо будет багфиксы поверх последней версии залить и просто в дэви порешать конфликты правильно. То есть в таком варианте, когда вам надо менеджить несколько репозиториев, условно, грубо сказать, автоматизация очень сильно роляет. В целом как насколько удобно вам будет с этим работать. Не у всех есть регресс на капитан, например. Это может какой-то разработчик заниматься релизами, у него и так задачи, ему и так пишут, он фичи делает, и параллельно вот эту работу выполнять можно ошибиться с высокой степенью вероятности. То есть и тут тоже роляет то, что нужна автоматизация, мы как раз наши проблемы решаем, большинство наших проблем с помощью этого решаем. С этим примером, стрелочку еще упустил, ну и да, Жак Фреско бы сказал, что он вообще не понимает, что там происходит, и в итоге никаких релизов не стало делать. Может возникнуть вопрос, для чего терпеть столько проблем. ну, допустим, у вас несколько проектов, и они в плане отображения отличаются, в плане компонентов, цветов и так далее, вы хотите их как-то более похожими сделать, и когда у вас появляется артефакт дизайн-системы, проект второй берет просто и начинает накидывать компоненты оттуда, и в итоге он через какое-то время становится похожим на первый проект, причем все правки в этих компонентах, все-все-все, оно раскатывается одновременно на оба проекта. Вот, то есть профит в этом есть определенно, но и появляется там, появляется работа, которую надо делать, либо автоматизировать, либо менеджить, чтобы все это поддерживалось в рабочем состоянии, плюс мы там можем переиспользовать какие-то фичевые флоу, что тоже довольно прикольно, и в целом очень интересная задача. И внесение изменений, тоже праздник логики опять продолжается, внесение изменений раскатывается сразу на три проекта, что тоже довольно круто, как мне кажется, это то, к чему стремятся, то, к чему стремятся. И в целом мы сейчас прошлись по всему этому, мы решили пойти в сторону нескольких артефактов, может пойти вопрос, знаешь, где-то маячат монорепа, но на самом деле, рассмотрев оба эти подхода, у каждого есть плюсы и минусы, как и всегда бывает. То есть, что помогло бы решить нам монорепа, вместо пяти полуреквестов разраб мог бы один отправлять с фиксами всех этих бинарных несовместимостей, но те проблемы, которые я описал, они на самом деле и в подходе с монорепой будут выскакивать. Изменение контракта, то изменение контракта, ты его ни за чем не спрячешь, его надо адаптировать. Либо тебе сразу это надо будет делать, либо тебя через какое-то время могут заставить сделать и так далее, но это все равно надо будет сделать. И вот эти проверки какие-то автоматизированные не нужны там и там. Есть ли бинарная совместимость, нету и так далее. Как и много остальных проблем, подобно подходу на самом деле подходят, их и там и там решать придется. И соответственно я говорил о каких-то выводах, которые мы сможем подвести по итогу. я использую такую популярную фразу довольно только чуть ее переделали совсем. Переспользуемые артефакты они приносят в целом любой переспользуемый код приносят большую силу, но с большей силой приходит большая ответственность. Собственно у нас все сейчас происходит и идет в сторону на самом деле автоматизации, потому что она помогает решать большое количество проблем. Собственно всем спасибо за внимание, надеюсь это было полезно. На этом в целом мое повествование окончено. Да, спасибо Бакар. Сейчас мы будем отвечать на вопросы, которые тебе прислали. В целом обсудим то, что ты нам рассказал. От меня вопрос и одновременно этот же вопрос в чате в продолжение темы монорепы ты сравнил с монорепой с отдельно публикуемыми модулями. То есть если у тебя были артефакты дизайн системы, shared flows, то эти артефакты бы превратились в модули в этой монорепе. Эти модули отдельно публикуются. Вот в этом случае твои слова верные. если сравнивать с монорепой капитальной, которая публикуется, то есть ты и полрекуэст выкадываешь, один полрекуэст, и подключаются у тебя модули не через ARNIC, а напрямую друг к другу. Вот какие минусы у этого подхода, почему по такому подходу тяжело идти? Да, мы как раз этот момент тоже обсуждали. На самом деле там есть несколько минусов, начиная с самых очевидных. У вас разрастается репозиторий, который надо будет разрабов новым скачивать, но это ладно. У вас возможно команды разные, например модуль чата есть, который переиспользуется, вы хотите, чтобы одна команда над ним работала, одна команда к нему доступ имела, могла его изменять, редактировать и так далее. Когда он лежит в отдельном перемешаны, все раздают, они там работают, все что-то добавляют и так далее. Когда это в монорепе находится, доступ есть у всех к этому модулю, всем надо его выкачивать и так далее. Разрабы, которые хотят работать над чатом, им весь проект надо выкачивать. Соответственно, не говоря уже о том, что банально из-за объема какие-то команды связанные с гитом тоже дольше выполняются. Это раз, плюс опять же разделение доступов каких-то у вас может 3-4 проекта будет быть в одной репозитории, вы не хотите, чтобы разработчики с того проекта имели к вашему доступу, но у них он будет, им надо будет его выкачивать. В этом плане есть минус. Плюс проблема-то с тем, что надо поддерживать бинарные совместимые изменения, она остается все равно, просто вас сразу заставляют это делать и какой минус в этом я вижу, там я не знаю, у вас есть срочность, надо что-то в артефакте обновить, подключить свой проект, все работало и так далее. Вы обновляете и вам надо сразу во всех проектах поддержать это, но вот у вас горит уже, не можете, надо быстрее, вы не сможете это сделать, вам все равно во всех надо будет поддержать. В этом плане чуть гибкость теряется, но опять же появляется то, что вас сразу заставляет все править. Но опять же, если говорить об этом моменте, плагин, который я писал, он тоже заставит вас поддержать. То есть есть плюсы, есть минусы, в итоге по каждому из них прошлись и в итоге пока остановились на таком решении. Вот, может, ты дополнишь мой ответ? Я с большей частью того, что ты сказал, согласен. Кроме вот нужности вот этого плагина в этом случае у меня такое ощущение, что в случае монорепы без отдельно публикумом там как раз на уровне компиляции будет разруливаться. То есть в этом плюс, а по поводу минуса могу добавить, что для этого нужна огромная подготовительная работа в процессах команд в различных проектах. То есть начиная от доверия друг к другу, то есть компетенции разработчиков других проектов, доверить им лазить в ваш проект, заканчивая там унифицированием архитектуры, каких-то подходов кодстайла и так далее. Да, согласен. Если есть еще вопросы, накидываем. Если нет, то еще раз поблагодарим Абакара. Попросим оценить доклад в плеере и погнали в дискуссионную зону.